Здравствуйте, дорогие друзья! Дебют орхидеи булбофилум вагеннатум. В моем уходе уже ровно год. Растет на блоке. Просто этим летом я уложила этот блок в корзиночку, чтобы как-то поддерживать влагу. И опрыскиваю вот эти камни слабой. Меньше чем две недели назад, заметила, показались цветоносы. И события развивались очень стремительно. Булбофилумы, наверное, чемпионы по скорости развития их цветоносов. У булбофилумов сразу не поймешь, не то это новый рост растет, не то это цветонос. Еще вчера я сфотографировала, выглядели они как метелки или кукурузные рыльца. А сегодня это вам не рыльца, это вам практически желтый салют, фейерверк. Булбофилум вагинатум, это природная орхидея, растет в Таиланде, в Майлазии и не очень высоко над уровнем моря. Если не очень высоко, это значит что? Значит это орхидея теплого и даже жаркого содержания. Вот видите, здесь цветонос выходит из-под самого основания бульбы. И вот у этой тоже. А вот здесь новый рост, продолжение рейзомы тоже выходит из-под основания. И вот на этой бульбе хорошо видно. Поэтому пока не расцветет, вы так и не поймете, что это. Булбофилум вагинатум растет в мангровых зарослях. Это эпифит. Я была в Таиланде на острове Ка Чанг. Мы ходили на экскурсию, нам показывали мангровые заросли. Мы, конечно, не лазили по ним, но как-то вот так вот видели их вблизи. Кстати, это не один цветок. Здесь метелка это соцветие 12 или 15 маленьких цветочков. И вот характерные для булбофилума там внутри цветка есть язычок и длинный лепесток, как хоботок. Ну так вот, чтобы понять условия, как выращивать этот бульбофилум, надо представить эти мангровые заросли, где сыро, мокро, темновато, там полутень. Никакие лучи солнца даже и не пробиваются в эти заросли. И травяной подстилки никакой нет на грунте, потому что грунта как такового нет. Эти мангровые деревья, они растут практически в воде. Одни корни. И вот в этой сырости и жаре этот бульбаш и процветает. Так, тут кто-то ходит, поглядывает на меня, типа, мам, а может погулять? Эх, опять она с своими цветочками. Он просто забыл, мы уже бегали каждое утро 3,5, а то и 4 мили. Весь этот год булбофилум висел у меня на блоке. Лето в этом году выдалось, ну, на удивление жаркое. Может быть, даже как и в Таиланде. Но влажность совсем не как там. И поэтому я опрыскивала его 3-4 раза в день. Было недостаточно. И у Лены Лобачевой на канале подсмотрела, как она свои булбофилумы на блоке. Укладывала в пластиковые контейнеры какие-то вырезанные бутылки, чтобы сохранять влагу, которая необходима для них. И вот как я сообразила, как поддерживать вот эту сырость в жару, тогда он у меня и расцвел. У себя на исторической родине он так и цветет после сезона дождей. Ну что, ставки будем делать об аромате булбофилума. Вы знаете, я его нюхала, нюхала и очень близко. Но трудно сказать. Может быть, потому что сегодня первый день, он распустился. Аромат есть. Он очень слабый. И я скажу, приятный цитрусовый. Напоминает он другой природник, кстати, булбофилум медузу. Уже отсняла видео, поставила его на стол на веранде, чтобы любоваться цветением. Пошла собираться на работу. Потом смотрю, такие зеленые насекомые стали слетаться к цветку. Ну, естественно, это мухи. Знаете, чего? Вот распустилась у вас орхидея. На некоторые слетаются бабочки, осы, пчелы. На некоторые у меня даже прилетает калибри на котлею. Птички такие маленькие. Но если на вашу орхидею слетаются мухи, это однозначно, что ваша орхидея булбофилум. Единственный вид орхидей, который опыляется только мухами. Все-таки интересно. Понятно, если мухи слетаются на запах тухлого мяса или там протухшие рыбы, как некоторые булбофилумы пахнут. Но этот пахнет нежно, лимоном. Так нет, муху не приведешь. Удивительные эти орхидеи. Спасибо, друзья, что были со мной. Желаю вам здоровья и здоровья вашим растениям. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова